Тотальное воровство чугунных люков в Рязани привело к тому, что власти решили кардинально изменить ситуацию. Теперь у злоумышленников пропадет всякое желание совершать подобные противозаконные действия. За прошедшие два месяца все пропавшие люки уже были заменены на новые, выполненные из других материалов. Уже проработан вопрос и мы приобретаем крышки не чугунные, а из железобетона, который, как правило, используется на зеленых зонах и приобретаем крышки на полимерной основе. Они используются на внутриквартальных территориях. Это сведет к минимуму воровство, потому что данные материалы не принимаются в пунктах черного металла. Поэтому надеемся, что с использованием данных материалов кражи будут минимизированы. Нынешние крышки для сдачи в пункты металлоломы непригодны. Впереди масштабное обновление всех колодцев в городе. Примечательно, что канализационные крышки зачастую воруют даже не на окраинах, а на центральных улицах города. А вот сообщают о происшествиях в основном неравнодушные рязанцы. В первую очередь нужно обращаться в диспетчерскую службу водоканала. Это 410125-410126. Наш сменный инженер примет данную заявку, выйдет бригада на место и определит принадлежность колодца. То есть оперативно он будет накрыт. В случае, если неизвестно, к какой из организаций принадлежит открытый колодец, необходимо сообщить о пропаже люка в городские службы. Все выходы на поверхность расположены на инженерных коммуникациях. Они могут относиться к теплосети, электрическим сетям, газовым и другим службам. В администрации города определят, кто ответственный за конкретный колодец, и ситуация будет исправлена. Чем скорее будет установлена новая крышка, тем в большей безопасности будут рязанцы. Все колодцы, они разной глубины. Есть немного мельче, есть глубже. Но в любом случае, каждый открытый колодец, он опасен для людей. Особенно это в темное время суток и вблизи жилых массивов и соцобъектов. Там, где большое скопление жителей, детей, подростков. Те, кто пытается делать деньги на воровстве чугунных люков, делятся на две группы. Это сами похитители и сотрудники пунктов приема металла. Мало того, что эти люди являются преступниками и должны нести уголовную ответственность за свою деятельность, кажется, их совсем не интересует, что в один из случайно или намеренно открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам погибших в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного».